Добрый день, дорогие друзья. Это разговоры о важном с Тамарой Эндельман. Мы продолжаем их записывать для того, чтобы не оставлять учителей, родителей, учеников наедине с теми пропагандистскими разговорами, которые теоретически должны вестись на первом уроке в понедельник. Итак, на первом уроке на наступающей неделе должна обсуждаться следующая тема. 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, день российской науки. Тут как-то сразу смешно немножечко, потому что 8 февраля считается днем российской науки, но именно этот день был назначен столь важным праздником, потому что он приурочен к дате основания Петербургской академии наук. Действительно 8 февраля это день рождения Менделеева тоже, но тут какое-то странное такое произошло объединение. Ну ладно, пусть останется на совести тех, кто придумывает эти темы, хотя на их совести много чего похуже есть. Что предлагается обсудить? Цивилизация без научных достижений. Научные технические достижения в нашей стране. Вклад российских ученых в мировую науку. Дальше Менделеев и роль его достижений для науки. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса. Тут, конечно, не на один урок тем, а примерно на год. Очевидно, имеется в виду все-таки, что надо выбирать, потому что говорить сразу и о том, может ли быть цивилизация без науки, и о достижениях российских ученых, и о Менделееве, и о проблемах, связанных научно-техническим прогрессом, это что-то как-то странно мне представляется. Но, конечно, хочется пошутить, что если обсуждать роль науки в повседневной жизни, там еще под темочка такая предлагается, Менделеев не только химия. Так и хочется соострить и сказать, что, наверное, надо обсуждать легенду о том, что якобы Менделеев создал водку. Ну, во-первых, это легенда, во-вторых, поговорим все-таки о чем-то другом. Потому что история российской науки, это, с одной стороны, невероятно важная тема, а с другой, эта тема, в общем, вызывающая очень печальное размышление. Если мы посмотрим на сегодняшнее состояние российской науки, то что-то становится невесимым. При этом ясно, что в советское время наука в нашей стране достигла огромных высот. Понятно, за счет государственной поддержки, за счет большого финансирования, да, ясно. Но при этом, посмотрим, это, конечно, не главный критерий, количество Нобелевских премий. Но все-таки, значит, Нобелевские лауреаты в советское время и в постсоветское. Я выбрала только технические и естественные науки, оставила в стороне литературу, премию мира, это все другое. 56-й год, премия по химии Николай Семенов, 58-й физика Черенков, Там, Франк, 62-й физика Ландау, 64-й физика Басов и Прохоров, 75-й экономика Леонид Конторович, 78-й физика Капица, постсоветское время, 2000-й год физика Жаре Салферов, 2003-й физика Абрикосов Гинсбург. Очень трогательно, что составители этого списочка Википедии, они действуют по формальному признаку. Это называется лауреаты Нобелевской премии, граждане СССР и России. Поэтому они спокойненько поставили 2010 год. Нобелевскую премию Константин Новоселов получил. Его соавтор Андрей Гейм, с которым вместе они получили Нобелевскую премию, он, очевидно, уже был без российского гражданства, соответственно, он там где-то в другом списочке. Но проблема заключается в том, что когда с данным Васелов и Гейм получили Нобелевскую премию за, для меня лично загадочный, графен, то очень много писали, вот, российские ученые. Он сказал, простите, мы какие российские ученые? Мы уехали из России и поэтому состоялись как ученые. И это очень многие восприняли как оскорбление в России, но вообще-то это печальная констатация факта. Они уехали из России и поэтому состоялись как ученые. И надо понять, какое большое количество ученых, что в гуманитарных науках, что в точных, что в естественных, уехали или были высланы и состоялись как ученые на Западе. Мы можем вспомнить философский пароход, на самом деле это был не один пароход, как мы знаем, а много, на котором были отправлены в изгнание многочисленные философы, историки, ученые, и они потом работали и создавали свои труды в эмиграции. Мы можем вспомнить Игоря Сикорского, уехавшего и ставшего крупнейшим авиаконструктором в Америке. Мы можем вспомнить Василия Леонтьева, который уехал и стал одним из крупнейших экономистов 20 века. Николай Кондратьев остался и был расстрелян. И, к сожалению, вот все те, кого я перечисляла, все эти лауреаты Нобелевской премии, это великие ученые, это гордость советской науки, российской, скажите, как хотите, это интеллектуалы прекрасные, но их заслуги огромные. Но если мы говорим в целом о науке, да и об этих людях тоже, конечно, процветали прежде всего те области, которые лучше всего финансировались государством, которые поддерживались государством, мы упираемся все в ту же печальную тему, к которой я уже много раз обращалась. Это война. Государство финансировало и поддерживало прежде всего те отрасли, которые были ему нужны для войны. Мы знаем, какое огромное количество блестящих ученых, потрясающих физиков участвовало в атомном проекте. Ну, практически все великие участвовали в атомном проекте, вот за исключением Капицы, которому хватило дерзости написать Сталину письмо, в котором он оскорблял Берию, и выскочить из атомного проекта. Все остальные там работали. Это для них, конечно, была очень интересная научная задача. И для них были созданы все условия, где, мы прекрасно знаем, в секретных городах закрытых, где им не надо было думать о жилье, им не надо было думать о продуктах, где был очень высокий уровень жизни, ну, по крайней мере, для советского времени, и они работали, 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 работали на войну. А другой вариант того же самого, в общем, это когда не просто работают на войну, а когда заключенные работают на войну. Все мы, ну, прежде всего, благодаря роману Солженицыну в круге первом знаем слово шарашка. Шарашка, это тюрьмы, ну, или лагеря там, скажите, как хотите, где условия намного лучше, чем в обычной тюрьме, где содержались ученые, чья работа была ценно для государства. И множество технических открытий, множество самых разнообразных видов вооружения, скажем, самолеты и многое другое, то, что так пригодилось, скажем, во Вторую мировую войну, было разработано теми, кто сидел на шарашках, кто, к счастью, уцелел таким образом, не погиб, Королёва вытащили с Колымы. Королёв сидел по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности. Вот любой, кого обвиняют в контрреволюционной деятельности, уже, соответственно, в лагере был на тяжелом положении. А если еще буква Т, не просто КРД, а КРТД, это изгой, и он бы, конечно, сложил голову на Колыме. И не было бы ракет, может быть, не полетел бы Гагарин, и много чего другого не было бы. Но на его счастье, в 1938 году Болшевский лагерь был создан, совсем неподалеку от Москвы, куда привезли авиационных инженеров, специалистов по подводным лодкам, специалистов по торпедным катерам, специалистов по артиллерийскому вооружению боеприпасов, тех, кто уже сидел под надуманным обвинением. Ну, естественно, там всех обвиняли бог знает в чем. Был механик Александр Иванович Никрасов, который ездил в Америку, естественно, по распоряжению советского правительства для обмена опытом. Его там сбила машина, и он лежал в больнице. И потом его, конечно, обвинили в том, что в этой больнице он вступил в контакт с американской разведкой и продал им какие-то известные ему секреты. Его посадили, но на его счастье он тоже оказался на шарашке. В 1939 году сюда привезли Туполева. Не было бы никаких самолетов Ту, если бы вот ему не повезло, слава богу, он не сгинул в лагере, а его отправили сюда, он стал разрабатывать свои самолеты. В 1940 году привезли Королева, который уже доходил буквально после года на Колыме. Нет, его спасли. Были те, кому повезло куда меньше. Я уже говорила о Кондрате, которого расстреляли на коммунарке. Мы знаем про судьбу великого биолога Николая Ивановича Вавилова. Его не расстреляли, он просто умер от голода в тюрьме во время войны. Я вот зашла на сайт проекта Бессмертный барак. Там есть список репрессированных ученых, производящих впечатление и своим объемом, и разнообразием. Но я выписала только кусочек оттуда. Расстреляны микробиолог Натсон, химик Горбунов, физик Гессен, философ Рязанов, погибли в лагерях, почвовед Тулайков, философ Лупол и еще, 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 еще. И мы можем сказать, что это было давно. Это сталинское время, но с тех пор, сколько всего изменилось, вот и ракеты делали, и сколько замечательных открытий. Да, действительно. Но, например, то, какое количество ученых за последние пару десятилетий, может быть, два с половиной, три десятилетия были обвинены в шпионской деятельности и посажены на дикие сроки. Это тоже производит впечатление. Может быть, кто-то из них действительно занимался шпионской деятельностью, кто-то, как мне кажется, был, может быть, неосторожен, с кем-то говорил, не то сказал. Очень многие из этих обвинений просто высосаны из пальца. И уж, во всяком случае, все эти дела и судебные процессы велись с таким количеством нарушений, что невозможно верить в эти обвинительные приговоры. Есть такой дипломат Валентин Моисеев, которого обвинили в том, что он шпионские сведения поставлял Южной Корее. И сначала ему дали 12 лет, потом снизили до четырех с половиной, но все-таки он отсидел. И выйдя, он сказал следующее. Как следует из этих документов, свои шпионские, так сказать, сведения, я черпал, воспринимая, как там написано информацию на научных конференциях и симпозиумах. Вы только вдумайтесь, как можно собирать информацию шпионскую, сидя на этих научных конференциях. И этот вопрос касается очень многих ученых, которые сегодня получают гигантские сроки. Странная и непонятная история с Игорем Сутягином, который действительно общался с какими-то западными людьми, что-то им сообщал, вроде бы деньги за это получал. У меня ощущение, что он хотел просто заработать. Но не знаю, очень многие считают, что все было высосано из пальца светслужбами. Но суть заключается в том, что его судили таким образом, что мы не можем быть уверены, что этот суд действительно провел справедливое разбирательство. Я уж не говорю о Валентине Данилове, пожилом человеке, специалиста по космической плазме, который получил 14 лет в 2004 году, потому что он якобы, значит, продавал какие-то сведения Китая. При этом в 2003 году суд присяжных его оправдал, а генеральная прокуратура это оспорила, создали новый суд присяжных с очень подозрительным составом, где явно там мухлевали, и его все-таки признали виновным. При этом этим присяжным задали следующий вопрос. Передавал ли Данилов какие-либо сведения китайской стороне? Конечно, передавал, потому что он с ними общался. Тут не сказано, передавал ли он секретные сведения. Он-то сам утверждает, и похоже, что очень обоснованно, что это был просто научный обмен. За это человека бросают в лагерь. И таких примеров много. Как может развиваться наука, которые не дают возможности общаться с заграничными коллегами, если любой твой контакт может быть истолкован каким-нибудь полковником ФСБ, которому надо, или майором даже скорее, которому надо галочку поставить, как шпионская деятельность. Дело же не только в этом, дело в том, как финансируется сегодня наука, какие условия создаются для ученых. И, кстати, вот это вот отрубание отношений с Западом, оно тоже еще один удар наносит по науке, потому что ученые не могут развиваться без свободного общения, без поездок на конференции, без публикаций на Западе в уважаемых журналах, без чтения чужих публикаций. А это все становится все менее и менее возможным. И главное, что огромное количество открытий оказывается ненужным совершенно. Одноклассник моего отца, очень любимый мной человек, замечательный ученый, физик Владимир Михайлович Фриткин, сделавший очень много для развития физики. Вот у него есть такая история, которую он неоднократно рассказывал, и которая напечатана в его воспоминаниях, о том, как после окончания университета он, как еврей, не мог найти никакой работы, никуда его не брали, как бы он там хорошо не учился. И его взяли, устроили там по знакомству в НИИ полиграфии, то есть там ничем не занимался практически. Но за это время он сконструировал некий прибор, который называли электро-фотоаппаратом, скажем так. То есть, по сути дела, он сделал первый в Советском Союзе ксерокс. И потом, когда уже времена изменились, его взяли в институт кристаллографии, где он много лет и проработал, то он этот ксерокс привез с собой, и на нем множили документы, а это всегда всем очень нужно. А потом, естественно, первый отдел, следивший за безопасностью, который, конечно, там тоже был. Когда, что это такое? Ну, люди постарше помнят, что ксероксы всегда были в советское время под запретом, потому что можно какую-то антисоветскую литературу на них множить. И этот ксерокс, необходимый ученым, вынесли на помойку. И там в этом его рассказе такая замечательная деталь. Значит, его вынесли на помойку, и там он развалился, и все, никому не нужно, и был забыт. Но одна его часть пригодилась, потому что там была пластина зеркальная, и женщины утащили эту пластину с помойки и поставили у себя в туалете. В туалете туалетной бумаги не было и мыла не было, зато у них было зеркал, остаток ксерокса. Вот это, в общем, такой, как мне кажется, очень символический рассказ о том, насколько научные достижения нужны нашей стране. Я понимаю, что во всех странах наука работает на войну. Это так, это печальная данность. Но вопрос в том, наука работает только на войну или она работает на медицину, на транспорт, на коммуникации, вообще для жизни людей. И тогда это совершенно другие обстоятельства. И тогда ученые могут развиваться, и тогда они могут не находиться в постоянной зависимости от военных устремлений государства. Они могут находить гранты, которые позволят им развивать новые лекарства, развивать новые средства связи, еще много всего такого, о чем мы даже сегодня представления не имеем. Для этого общество, во-первых, должно быть открытым, чтобы существовали контакты между разными учеными разных специальностей внутри страны и за ее пределами. Для этого должна быть нормальная система финансирования. Да, за счет грантов, которые выделяются, но не коррумпировано, а в связи с оценкой реального интереса к этим достижениям. Должна развиваться фундаментальная наука, которая не дает ничего ни для бомбы, ни для чего-либо другого, а она просто меняет наше представление о Вселенной. Что бы я сегодня сделала в классе? Конечно, я поговорила бы о достижениях науки, о Капице, о Ландау, о многих других замечательных людях. Но я бы начала с того, что я спросила детей, а зачем вообще нужна наука? Вот для чего она нужна? Просто поговорила бы с ними об этом. Может, кто-то скажет, вообще ли она не нужна? Нечего ли на нее деньги тратить? Или она нужна для космоса? Или она нужна для войны? Или она нужна для того, чтобы у нас лекарства были и медицинские приборы новые? И много чего другого. Можно было бы устроить игру, например, создать разные группы, которые разрабатывают свои проекты, они могут быть самыми фантастическими, полет на Марс, лекарства от рака, еще что-то, еще что-то. Они защищают свои проекты, а комиссия или там весь класс решает, куда направить больше финансирования, вот на медицину или на войну? Я бы, конечно, поговорила о судьбах, о трагических судьбах тех ученых, которые были высланы или которые были загублены в нашей стране, чтобы не создавалось впечатление, что всюду только прекрасные, замечательные лауреат Нобелевской премии, торжествующие. Нет. И можно найти очень много материалов на сайте Топография террора, на сайте Бессмертный барак, очень много ценных и очень страшных материалов. Но что касается Дмитрия Ивановича Менделеева, можно и о нем, конечно, поговорить. Его биография всем доступна, известна, очень увлекательна. Водку он не изобретал, это легенда. Ну что ж, удачи вам в разговорах о важном и хорошей недели.